МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. В России есть 4 вида заболеваний, от которых чаще всего люди умирают. Это сердечно-сосудистый, онкологический, бронхолегочный и сахарный диабет. В нашей стране они являются причиной 75% смертей. О том, что ты рискуешь приобрести одну из них, можно не догадываться до самого последнего момента. Периодически идти к врачу, когда ничто не беспокоит. Это нормальное поведение человека, который заботится о том, чтобы оставаться здоровым как можно дольше. Все ли знают о том, что нам вернули программу всеобщей диспансеризации? Если нет, узнаете сегодня. И в нашей студии представители городской больницы номер 7. Вот я бы сказала, просто отличники в сфере информированности населения. Всегда откликаетесь. Спасибо большое, приходите. Знакомьтесь, пожалуйста, это Антон Еремеев, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением номер 2. И Екатерина Корнева, врач-терапевт, заведующая дневным стационаром. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Диспансеризация, на самом деле, это вот слово из какого-то далекого советского прошлого, как мне кажется. Потому что вот она куда-то канула в лету, а сейчас вдруг возобновилась. Причем не вдруг, а уже 13-14-2 года, да? Третий год. Третий год. И тем не менее, я вас уверяю, что знают об этом далеко не все. Да, в общем, наверное, вам это известно. Ну, вернемся к тому, с чего я начала, здоровый образ жизни. Вы знаете, вот понятие здоровый образ жизни, мне кажется, стало уже каким-то затертым, скучным, потому что все об этом говорим, особенно доктора говорят об этом, не все слушают. И все-таки почему это вот так важно? Здоровый образ жизни. Хоть и говорить вы, Инна, что это затертое понятие, затертое определение, на самом деле, от того, насколько человек здоров, зависит его комфортное проживание в семье, в социуме. Соответственно, затирать эту фразу, то, как мы это представляем, надо начать с самого простого. Во-первых, воспитать своих деток в образе здорового, в образ жизни, чтобы они понимали и различать могли хорошее и плохое, то, что вредит, то, что влияет на здоровье, то, что здоровье не влияет, то, что приносит духовное удовлетворение, не что духовное удовлетворение, наоборот, приносит. Поэтому здоровый образ жизни – это должен быть, в первую очередь, образ жизни. Не понятие здорового образа, а именно образ жизни. Образ жизни всего общества. К сожалению, на сегодняшний день понятие здорового образа жизни, мне кажется, процентов 40 населения отвергает и понимает, что это не их. Им сложно, им непонятно, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым. Они не знают, что нужно сделать. Вот порой возникает просто какой-то вакуум, информационный вакуум, где они не могут почерпнуть ту полезную информацию, чтобы в целом улучшить свое общее физическое, психическое здоровье, в том числе и благосостояние. Вот один из методов привлечения населения и информированность населения был внедрен. Вы правильно заметили, что диспансеризация идет у нас с советского периода. И, в общем-то, тут вы правы. Единственное, что на сегодняшний день диспансеризация от того комплекса мероприятий, который был в Советском Союзе, отличается. Там появились определенные нюансы, определения. Сейчас потихоньку разберемся. В целом диспансеризация и при советской власти, и сегодня несет одну и ту же функцию, одну и ту же роль. Выявить на ранних этапах те факторы риска, которые могут привести к заболеванию, которое в итоге может привести к ухудшению общего состояния физического и психического, и привести, соответственно, вот вы говорили, что 75% смертей от четырех основных недугов на сегодняшний день. На ранних этапах предотвратить и перенаправить болезни в русло профилактическое и улучшение, соответственно, общего фона здоровья человека. Из части, наверное, черного юмора удовольствие жить влечет за собой обязанность умереть. Но мы не об этом. Екатерина, Антон сказал, что многие не принимают здорового образа жизни в силу того, что им это сложно. Сложно его вести. Это сложно действительно? Ну, я думаю, что это, конечно, сложно вести здоровый образ жизни, но это должно закладываться в детстве, я так думаю. Это должны вложить это в родители, соответственно, далее уже человек будет сам стремиться к здоровому образу жизни. Здорово, у кого есть такие родители, которые с детства воспитывают такой же детей. И тем не менее, мы сейчас говорили о том, что одна из основных важнейших целей диспансеризации – это выявление человека, находящегося в зоне риска. А вот все-таки какие группы населения находятся в зоне особого риска? Можно, наверное, сказать такую статистику? Кто чаще всего подвержен? Я не знаю, это может быть какой-то возраст, это может быть какие-то профессии, может быть это женщины, которые больше нервничают. Мы в продолжении этого буквально ехали на передачу, обсуждали подобную тему и поняли, что в целом у нас происходит… То есть уже внедрили, и психологи об этом говорят, что у нас имеется понятие психофизического выгорания человека. Вот от того образа жизни, который мы сейчас ведем, нарушение режима труда и отдыха, за что боролась советская власть, отпуск положен, будь добр, соответственно, да? Да. Обед, разминка, гимнастики на заводах, какие-то 50-ти минутки для, так скажем, улучшения своего фона, общего фона здоровья. Соответственно, кто болеет чаще? Те, кто ведут неправильный, нездоровый образ жизни. Это чаще всего молодое поколение, поколение, как раз вот времен перестройки, тем, кому сейчас от 30 и до 45 лет. У них, вот по моим наблюдениям, по наблюдениям Екатерины, могу сказать, что очень много моих ровесников страдает гипертонической болезнью, скрытой формой гипертонической болезни, когда они не ощущают повышения артериального давления. Они не понимают, почему они едут за рулем, стоят в пробке, а их качают, мотают. Они не пьют таблеток, они не обращаются к врачам, считая, что это им не нужно, они еще молоды. А, в общем-то, ходить к докторам могут только предпенсионного и пенсионного возраста люди. Это, конечно, заблуждение. И вот диспансеризация по тематике нынешней программы направлена именно на то, чтобы молодое поколение, молодое поколение привлечь, начиная с 18-ти... С 21-го. С 21-го года. А вот это выгорание, о котором вы сказали, оно когда уже может настичь человек? Когда человек начинает заниматься своей работой непосредственно, то есть тем основным занятием... Ну, условно говоря, не раньше 18-ти. Ну, до 18-ти тоже, понимаете, у нас много проблем в обществе, о которых не говорят, и о них почему-то, на мой взгляд, нужно говорить. У нас есть большое количество людей, носящих, соответственно, страдающих наркоманией, алкоголем, которые начинают курить. И самое интересное, что по статистике Всемирной организации здравоохранения, института Российской Федерации, дети начинают курить, начиная с 5-х, с 3-х классов. Если в 90-е годы ты был больше 7-й, 8-й, 9-й классов, то на сегодняшний день, начиная с начальных классов, дети уже знают, они пробуют и понимают, что такое покурить. Просто картина абсурдная совершенно. Абсолютно абсурдная. Такой маленький ребенок, сигарет. Причем много делается и Министерством здравоохранения, много делается и органами власти, когда они ужесточают и продажу алкоголя в выходные, праздничные дни, и продажу сигарет, соответственно. То ужесточают, то наоборот, сигарет. То есть это все в совокупности общего механизма борьбы и оздоровления нации, направленного на оздоровление нации, конечно. Ну, хорошо, мы про диспансеризацию. Все-таки что это такое? Для чего мы поняли, что это из себя представляет? Это комплекс мероприятий. То есть включает в себя на приеме опрос пациента, то есть выявление каких-то жалоб, анкетирование, тоже вопросы на выявление факторов риска, на выявление каких-то хронических неинфекционных заболеваний, предрасположенности. Это антропометрия, это измерение роста, веса, окруженности талии, измерение артериального давления. Соответственно, далее забор анализов. И по результатам анализов врач-терапевт уже назначает дальнейшее либо дообследование, либо дает заключение и рекомендации. Вот смотрите, медицины сегодня многие боятся еще и потому, что она дорогая очень, в основном, так вот как-то получается. Поэтому пойти просто так обследоваться для многих страшно. И тем не менее, вот диспансеризация. Что она будет стоить человеку? Абсолютно бесплатно. Это включает все в себя в систему ММС. Что касаемо платной медицины, я не знаю страны, где медицина была бесплатной. На сегодняшний день понятие обязательного медицинского страхования, тот механизм, где за пациента, за страхованного пациента, об этом можно сказать позже, платит работодатель, платит, соответственно, фонд соцстрахования, государство, по сути дела. Бесплатной медицины нет ни в одной стране мира. На сегодняшний день главное и основное условие для прохождения диспансеризации это, а, чтобы был полис обязательного медицинского страхования, чтобы гражданин был прикреплен к тому или иному лечебному учреждению. В помощь пациенту для этого открыты кабинеты профилактики, отделения профилактики, где непосредственно сотрудники этих отделений, в том числе медицинские сестры, врачи, ведут работу по проведению той самой диспансеризации, о которой мы сейчас говорим. На сегодняшний день существует определенное понятие плана диспансеризации. Что это такое? В основе диспансеризации идет период 3 года. То есть вот сегодня, в 2015 году проходит очередной третий этап диспансеризации. В 2016 году диспансеризацию будут проходить те граждане, которые проходили в 2013. То есть каждые три года цикл. Обобщаем. Человек может пройти это обследование один раз в три года, правильно? Один раз в три года, совершенно бесплатно. Очередность, как правило, для проведения данной процедуры отсутствует. Почему я сказал? Открыт кабинет и, соответственно, отделение профилактики – это отдельная. В составе поликлинического отделения отдельная структура, которая занимается непосредственно диспансеризацией. Абсолютно бесплатно. Самое интересное, что я до сих пор понять не могу, у нас практически во всех лечебных учреждениях есть информационные стенды, есть объявления, есть информация. Если человек не ходит в поликлинику, как же он ваши информационные стенды? Начнем с того, что у нас есть интернет, у нас достаточно продвинутая молодежь, если мы говорим о той группе, которая подвержена риску. У нас есть средства массовой информации, есть сайты федеральных ведомств, есть сайты городских ведомств, есть сайты всех лечебных учреждений. Зная, где ты живешь, тебя не затруднит открыть Яндекс, вбить адрес места проживания, и ты поймешь, к какому лечебному учреждению ты относишься. Останется сделать второй шаг, он еще более простой. Тебе нужно прийти с паспортом, обратиться к страховому агенту, потому что мы сталкиваемся с проблемой, когда у нас трудоспособное население десятилетия не имеют поля с обязательным медицинским страхованием. То есть они не являются застрахованными лицами. Понимаете, это тоже большая проблема. Никто не застрахован от проблем со здоровьем. И когда он попадает, не дай бог, конечно, привозит его бригадой скорой помощи в приемный покой, выясняет, что кроме паспорта Российской Федерации у него нет больше ни одного документа. То есть он социально не застрахован. И, соответственно, медицинская помощь экстренно ему оказывается бесплатно в рамках программы. А все остальное... Но диспансеризацию он не пройдет. Диспансеризацию он не пройдет. Только после того, как получит полис. Что касаемо еще вторая проблема, не менее важная для Самарской области, это проведение флюорографического обследования. На сегодняшний день данная услуга является заказной. Того, чтобы пройти флюорографию, полис иметь не обязательно. Обязательно иметь, собственно, паспорт Российской Федерации с пропиской того региона, где он проживает. Давайте еще раз разберемся. Вот вы сейчас убеждаете в том, что все продвинутые, в интернете все видят, читают. Но должна с прискорбием сообщить, что, например, в процессе подготовки к этой программе я обнаружила, что в 2014 году должна была пройти диспансеризацию. Поскольку она к нам вернулась с 2013 года, то получается, что... В 2017 году. Не каждый же человек, да, то есть не вот тебя я сейчас узнала и побежала, да. Получается, что люди каким-то образом делятся по годам, да. А вот как узнать, например, тем, кто еще успеет в 2015 году, люди какого года рождения могут пройти? Сейчас скажет, по самой специфике проведения диспансеризации, я могу сказать вот о чем. В любом случае, я вас, уважаемые зрители, призываю раз в год не затруднить себя и все-таки прийти в лечебное учреждение. Потому что понятие диспансеризации мы не будем на ней зацикливаться. На сегодняшний день тот год, который не подходит под год диспансеризации, проходит профилактический осмотр. Принцип профилактического осмотра, он похож на диспансеризацию, но вас в любом случае берут обследование, то есть берут с вас обследование, вы заполняете анкету, вас осматривает врач-терапевт, вас в любом случае осматривает медицинский работник с высшим медицинским образованием. И уже в процессе осмотра он может выявить фактор риска и направить вас на дообследование. Никаких трудностей не будет. Главное, придите. Мы просим население... В лице вот этих зрителей уже я сейчас, Антон Георгиевич. Прийти раз в год. Причем есть группы риска. Это женщины старше 45 лет. Мужчины обязательно должны быть у гинеколога хотя бы раз в год. В идеале два раза в год. То есть это понятие диспансерного охвата, группа охвата населения. Мужчины старше 45 лет должны посетить врача-уролога, сдать кровь на просто специфический антиген, чтобы исключить заболевание предстательной железы. Не надо бояться. Не надо бояться, потому что мы сталкиваемся с проблемой, когда население достаточно пассивно, достаточно неактивно в плане своего здоровья. И мы получаем запущенные случаи, когда увеличится инвалидизация населения. То есть мы не следим, мы не наблюдаем, мы не ходим. Есть, конечно, группа пациентов, которые регулярно, с периодичной регулярностью появляются в поликлиниках. Это те, кто очень любят это. Те, кто очень любят, да, те, кто считают, что они недообследованы или доследованы как-то иначе, нежели, соответственно, другая группа населения. Но я вас искренне призываю, зрители, раз в год обязательно посетите своего участкового врача-терапевта. Во-первых, в жизни все меняется, меняется место работы, меняется информация, какое-то место проживания. Вот чтобы вы владели всем спектром того, что происходит у нас сейчас, здравоохранение, как здравоохранение меняется, как активно проходит реформа в этом здравоохранении. Придите, это нетрудно, это 10-15 минут. Причем поликлинические отделения работают по субботам. Они работают с 8 до 8 вечера. Если вы являетесь работником, пожалуйста, после работы зайдите, обратитесь к терапевту. То есть в субботу прийти можно? Конечно, есть дежурный терапевт, а можно прийти в субботу. Вся информация на стендах. Дежурный доктор вас осмотрит. Думаю, не очень обрадуются сейчас дежурный терапевт вашему приглашению в субботу. На сегодняшний день Московская область внедряет такое понятие, как круглосуточная работа поликлиник, где врачи работают по воскресеньям для удобства рабочего населения. А мы в поликлиниках на сегодняшний день, и по своей поликлинике могу сказать, и по тем поликлиникам, которые выезжал, с прежнего места работы, могу сказать, что у нас поликлиника до обеда. Там, собственно, пенсионеры предпенсионного, пенсионного возраста. А молодежи, собственно, попасть к доктору нет возможности, потому что там в основном лечатся пенсионеры. И что делать? Выделяют соответствующие часы после рабочего времени. Если мы, предположим, работаем до пяти часов, работает поликлиника до восьми. Вас доктор осмотрел, вам дал назначение соответствующее. Вы соответствующе по времени сдали эти анализы. Доктор получил результат. Через участковую медицинскую сестру, по участковому принципу мы вас найдем по адресу вашего проживания, предоставим вам анализ, вас доктор может посетить и осмотреть на дому. Понятно. Что касаемо процедуры. Екатерина, кто все-таки в 2015 году еще может пройти диспансеризацию? Ну, вы имеете в виду возраста какие? Да. С периодичностью в три года, начиная с 21 года. А как вот определить, то есть поделить год своего рождения на три? Как это сосчитать? Ну, начиная с 1994 года. Так. И раз в три года. То есть, 1994, 1991 и так далее. 1988. Не очень, честно говоря. Ну, год рождения плюс два, следующий год ваш. Год рождения плюс два. Каждые три года вы проходите диспансеризацию. Год рождения плюс два, следующий год. Давайте мы сейчас посмотрим видеосюжет из нашего архива о том, как проходит диспансеризация, кстати, в вашем ведомственном учреждении. И продолжим разговор. Наталья Дорофеева доступность и удобство диспансеризации оценила впервые. Сдала все анализы, прошла врачей и все это за несколько часов. Удобно, быстро, а главное хороший способ вовремя заметить заболевание и принять меры. Это действительно важно, потому что это как бы повод лишний раз еще раз обратить на свое здоровье. Не тогда, когда у тебя что-то заболело, а именно когда не болит и не знаешь, где тебя подстерегает. Пройти диспансеризацию может любой житель Самары старше 21 года, но в поликлинике по месту жительства. При себе достаточно иметь страховой полис и амбулаторную карту. А в больнице нужно будет заполнить анкету. Диспансеризацию можно и нужно проходить каждые три года. Исключение только для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Они проходят обследование ежегодно, сдают анализы, делают флюорографию, ЭКГ, УЗИ и многое другое. После получения результатов участковый терапевт смотрит пациента, ставит группу здоровья, намечает план мероприятий как профилактических, так и лечебных. Если в ходе первого этапа выявляются отклонения в состоянии здоровья, то пациент направляется на второй этап диспансеризации, который включает более расширенный спектр инструментальных и лабораторных исследований. За три месяца этого года в Красноглинском районе на дополнительное обследование направлено около 90 человек. Выявлено также 14 случаев сахарного диабета и два случая онкологических заболеваний. Эти пациенты уже проходят лечение. До конца года только в Красноглинском районе планируют осмотреть до 17 тысяч человек. Я так понимаю, что это цифры были по прошлому году, да? А вообще какая статистика? Как много на самом деле, вот какой процент выявляется заболеваний неожиданно для человека среди тех, кто проходит диспансеризацию? Достаточно много заболеваний выявляется, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, то есть гипертоническая болезнь. Вот за полгода выявлено около 90 случаев гипертонической болезни, причем у людей молодого возраста, до 45 лет. Сахарный диабет выявляется за вот этот полгода, выявлено, ну, если не ошибаюсь, 8 случаев повышенного сахара, то есть направлен на второй этап, на консультацию врача-эндокринолога. То есть это человек, который, в общем-то, даже и не подозревал? Который даже не подозревали, ни жалоб никаких не было, ни отклонений. Ну вот, коль скоро существуют цифры плановости какие-то в этой области, насколько это выполняется? То есть вот насколько мы информированы, дисциплинированы и приходим на диспансеризацию? Ну, конечно, все зависит от пациента, то есть хочет он пройти диспансеризацию, не хочет. Ну и еще работа участковых терапевтов, участковых медсестер. То есть должны ходить, приглашать, проходить. Сколько процентов от плана? На сегодняшний день у нас в районе... Около 40 процентов. Но на сегодняшний день это по году еще он не закончен, да? По полугоду это 50 процентов от годового плана. На сегодняшний день около 43-42 процентов выполнено. Но в продолжении темы, в продолжении цифр, заинтересованность населения, я не сказал одну очень важную вещь. Понятно, что доктор, участковый терапевт, участковый медсестра, медработники, регистраторы должны предупреждать, должны призывать и звать к себе на осмотр. Но на мой взгляд и на мой взгляд коллег, если посмотреть медицинские форумы о проведении этой диспансеризации, все-таки основная заинтересованность должна быть у работодателя. Мы всем прекрасно понимаем, что человек, если работает, он занят у нас с 8 до 5 или до 8 часов вечера. Для прохождения консультации, сдачи анализов нужно прийти, как правило, в первой половине дня. Консультация, соответственно, узких специалистов тоже первая, вторая половина опять до 3 до 5. Человек, который работает, не способен это сделать чисто физически, потому что он занят на основном месте работы. И на сегодняшний день депутатами, которые курируют корпус здравоохранения в Государственную Думу внесен проект приказа о том, чтобы работодателя обязать выделять 2 дня в году для прохождения диспансеризации. То есть данный вопрос обсуждался и на форумах медицинских. В медицинской палате было вынесено предложение о том, чтобы работодатель был в первую очередь заинтересован в проведении диспансеризации своих подчиненных. Понятно, что на сегодняшний день многие крупные предприятия, эти организации проводят так называемые профессиональные осмотры по 302 приказу, 302 Н приказу существуют. Ну, может быть, только крупные предприятия. Вот, но есть и мелкие. Но на сегодняшний день должна быть прямая заинтересованность работодателя вплоть, на мой взгляд, я считаю, до введения штрафных санкций. Ну, кстати говоря, специально... Сотрудников Росздравнадзора или Министерства здравоохранения. Специально эту тему выписала. Очень многие говорят, меня не отпустят начальник, я не пойду. Вот. В соответствии со статьей 24 Федерального закона об основах здоровья граждан РФ, работодатель обязан обеспечивать условия для прохождения работникам диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. То есть закон-то он есть. Закон есть, есть, видимо. Не все знают и не все реализуют. Нужны, соответственно, акты поднормативные, соответственно, 323 Федеральным законом. И я думаю, что если будут штрафные санкции введены, поверьте мне, работодатель погонит своих сотрудников. И нам будет легче, во-первых. И у нас охват увеличится населением. И выявляемость увеличится. Потому что если гражданину говоришь четко, вот у тебя есть два дня в году, выбирая это время, естественно, не в отпуске, ты приходишь, занимаешься своим здоровьем, я думаю, многие откликнутся, многие будут заинтересованы. Но безусловно процент будет больше. Екатерина, врачи каких специальностей задействованы в диспансеризации? На первом этапе задействован врач-терапевт, на дальнейшем врач-уролог, врач-невролог, по показаниям врач-гастроэнтеролог, врач-окулист, акушер-гинеколог, да. Ну, по-вашему, достаточно? Потому что, например, в советское время пытались выявлять другие заболевания, там, офтальмологические, хирургические, болезни органов дыхания и так далее. Ну, я считаю, что достаточно, потому что мы выявляем самые основные заболевания, которые действительно угрожают жизни. Это сахарный диабет? В целом. В целом. По, ну, назовемой бригадой медицинской, да, в составе которого входят узкие специалисты, поверьте, что если есть предпосылки, есть факторы риска, при осмотре и уролога, это по профилю чаще всего хирург, но имеющий дополнительное образование по урологии, он патологию не пропустит. Причем флюорографическое обследование, вот тоже мы говорим сейчас о женщинах, о мужчинах, что мужчина должен прийти к урологу раз в год, женщина к гинекологу. А про банальные вещи, которые мы, собственно, со школы должны впитать, исполнять раз в год, придите на флюорографическое обследование. Рак легкого занимает первое место в мире по смертности, от логических заболеваний, первое место. Второе место идет рак молочной железы. Маммографии практически в каждом лечебном учреждении сейчас есть. Врач-маммолог есть, гинеколог есть. Причем все прекрасно понимают и говорят об этом Всемирной организации здравоохранения, что страшное слово «рак» на сегодняшний день считается самым излечиваемым заболеванием на ранних стадиях, на первых, вторых. А мы, население у нас запустит все до хронической формы, когда-нибудь нет возможности спасти человека, не принеся ему инвалидность или, соответственно, до смерти. Флюорография? Пожалуйста, никаких проблем. Две смены. Все есть. Придите, сделайте. Есть еще одно мнение, я думаю, вам тоже наверняка знакомо. Люди говорят о том, что диспансеризация – это, в общем-то, достаточно формальный процесс, что врачи не относятся к ней внимательно и что это пустая трата времени. Что вы об этом скажете? Ну, по поводу формально у нас не та специальность, чтобы мы заработали и занимались своей специальностью формально. У многих жителей и нашего региона, и соседних почему-то складывается впечатление, что доктор – это как шахтер, вот он формально отбил в шахте свои, там, тонну угля, вышел и забыл. Ни один сложный пациент из головы доктора не уходит, не выходит. И ты в голове, ты едешь на работу, думаешь о нем, ты едешь с работы, думаешь о нем, ты приходишь домой, открываешь медицинскую литературу, ищешь источники, советуешься с коллегами. Это очень серьезное заблуждение, на мой взгляд. Вот, может быть, при помощи вашей программы и прочих программ по профилю здоровья, да, мы как-то поменяем, переломим эту ситуацию в лучшую сторону. Формального подхода к здоровью человека нет и быть не может, потому как формальный подход к здоровью приводит к жестким и тяжелым последствиям. Здесь я бы поставила восклицательный знак. Екатерина, как вы считаете, вы, правильно я понимаю, вы прямо на профосмотр, на диспансеризации, на обследование сами работаете, да? Работаю. Работаете. Вот ваше мнение, какой способ информирования об этом самый эффективный, откуда все-таки люди чаще всего узнают? Ну, чаще всего узнают, конечно, при приходе в поликлинику, потому что есть информационные стенды, ну, еще есть такой способ, как соседи, которые были в поликлинике, естественно, телевидение. Сарафанное радио. Да, сарафанное радио. Народное сарафанное радио. Ну, для молодых людей это интернет, социальные сети. Опять вернемся к работодателю. К работодателю. Если бы он был заинтересован, если бы отдел кадров работал, а поверьте мне, в любой организации отдел кадров найдет любого своего сотрудника, в течение, простите меня, нескольких десятков минут, на мой взгляд, я считаю, что есть смысл проводить собрания, совещания, где зачитывать нужны фамилии именно тех сотрудников, которые поздно обратились в медицинскую организацию. Понимаешь, что это нарушение прав, соответственно, персональных данных, но как подстегивающий эффект для работодателя, чтобы он четко понимал, и чтобы он нес тоже ответственность совместно с доктором. Мы лечим, но ты извини меня, сделай самое малое. Направь человека, отпусти его на эти 3-5 часов. Я думаю, что мы, наш призыв работодатели, надеюсь, все-таки услышат сейчас. И, наверное, самое красноречивое подтверждение эффективности, Екатерина, это были цифры, которые вы называли, по выявлению заболеваний, о которых человек, собственно говоря, даже и не подозревал. Ну, во-первых, огромное спасибо за консультацию. Надеюсь, что этот способ информирования также станет эффективным. Зачем идти к врачу, если ничего не беспокоит? Нам это кажется нормальным, потому что все так живут. Но именно поэтому мы так много болеем и рано умираем. До нас очень трудно доходит, что наш образ жизни – это и есть причина наших болезней. Правда? Спасибо большое. Будьте здоровы. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok